Добрый день! Сегодня мы будем затрагивать тему оптимизации карт, а точнее обрезку видимости отдельных ее участков. Натолкнула меня на запись этого видео просьба одного из подписчиков и новый Prey, который совсем недавно вышел, и в котором оптимизация видимости хромает на обе ноги. Что ж, на помощь нам придут сегодня две незаменимых и простых брашевых Entity FUNK Aeroportal и FUNK Aeroportal Window. Ну, начнем с первой, FUNK Aeroportal. По сути своей, это разновидность хинтбраша, который в реальном времени отрезает геометрию и модели позади себя, и тем самым снижает нагрузку на движок. Обязательным условием при расположении портала должна быть замкнутых помещения. Если есть просветы, если не все двери и окна комнаты перекрыты порталом, то работать он не будет. Данный Entity объект создан в основном для коридорных карт, а не открытых пространств. Ну а теперь о свойствах. Name — имя портала, его можно открывать и закрывать через Outputs. Link Door — имя двери, с которой может портал взаимодействовать. Очень удобная вещь, так как порталы чаще всего вставляют в дверные проемы, и если связать его с дверью, то она сама будет открывать и закрывать его в зависимости от своего положения. Initial State — статус портала, открыт или закрыт по умолчанию. Графу Portal Version никогда не трогаем. Вот и все, продемонстрирую пример работы данной Entity. Как видите, пока дверь закрыта, все, что находится позади нее, не отрисовывается движком. Funk Aeroportal Window — более сложная вариация предыдущего портала. Из названия Entity можно понять, что используют ее чаще всего в оконных проемах. Самая существенная разница между обычным порталом и этим будет в том, что тут указывается расстояние, на котором портал будет автоматически закрываться, и какой браш будет отображаться в виде стекла окна. Есть два метода работы с этой Entity — комбинированный и иллюзия. Начнем с простого — из иллюзии. В проем окна вставляем Funk Brush с непроницаемой текстурой, допустим, белого цвета. Когда мы будем подходить к этому окну, Brush будет становиться невидимым и одновременно с этим начнет прорисовывать геометрию позади себя. Ну а теперь свойства. Renderidge Window — отображаемое окно, которое мы будем видеть на дистанции вместо пустоты. Fade Star Distance — расстояние, на котором мы начнем постепенно видеть белый браш. Fade End Distance — расстояние, на котором мы будем видеть браш полностью непрозрачным, и вместе с этим отрежется вся геометрия позади него. Translucency Limit — степень прозрачности окна, когда вы стоите прямо перед ним, от нуля до единицы. Ну а теперь посмотрим на результаты. В ДАИ мы видим лишь белое очертание внутри окна, когда мы подходим ближе, то видим, что за ним находится. Через консольную команду мы наблюдаем, как отрезается и появляется геометрия в зависимости от нашего расстояния от окна. А теперь поговорим о втором способе работы с Funk Aeroportal Window. В свойствах объекта мы не рассмотрели одну строку — Foreground B-model, а указывать в ней старый браш окна, но уже с альфа-каналом. Мы можем использовать прозрачное стекло вблизи и непрозрачное, находясь на дистанции. Вот так это будет выглядеть на практике. Надеюсь, мой урок вам помог, и если да, ставьте лайк, подпишитесь своих друзей и подкиньте копеечку на Яндекс кошелёк. До новых встреч в новых уроках!